Привет, ютубослушатели! С вами Тарас Юрист на моем канале. Ну что, друзья, сначала налоговая амнистия, затем закручивание гаек. Сегодня, для вас это уже будет завтра, законопроект 5153, согласно которого планируют ввести эту налоговую амнистию, был уже принят во втором чтении нашими депутатами. Это означает, что с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года есть возможность тех людей, кто накрал, наворовал, ну, очень уж там какие-то большие суммы денег, они могут их задекларировать под, скажем так, льготные достаточно проценты, 2, 5, 9 процентов. Я отдельные видеоролики об этом записывал, наверное, не будем на этом особо останавливаться. Так как я считал и считаю, что налоговая амнистия, она более для каких-то там людей, у которых много денег, ну, не для меня, не для вас, не для тех людей, у которых есть 20 тысяч гривен или там 20 тысяч долларов под матрасом, и те люди, которые что-то там копили всю жизнь. Это я уже говорил и повторюсь еще раз. Специально сделано для тех, кто сознательно много лет не оплачивал налоги, у них там собрались какие-то, возможно, тонны мешки денег, и они хотят как-то их легализовать. И, скажем так, эта власть дает такую замечательную возможность, чтобы все это полностью легализовать и отбелить, и отмыть. То есть все граждане до этого платили 18 процентов, 18 плюс полтора, военный сбор, налог на доходы физических лиц 19,5 процентов. Мы все с вами оплачивали, а вот тем, кто там пилил заводы, пароходы и так далее, им есть возможность там под 5 процентов это все сделать. Так что, как говорится, это налоговая амнистия. Я уверен, что не для нас с вами. Так что же вы меня спросите? Ты же там рассказывал о каких-то еще сложностях, которые будут после этой амнистии и так далее. Да, друзья. Есть такая очень хорошая фраза, она мне нравится. Дьявол кроется в деталях. Что это значит, друзья, на практике? В чем это заключается? Там есть некоторые очень хитрые нормы в этом законе. Во-первых, та норма, что если вы не подали эту декларацию, то есть там не заявили и так далее в каком-то имуществе, то все, что у вас есть, фактически то, что у вас там осталось, вы это добровольно не сделали, то это считается уже, как говорится, незаконно полученным. Я не буду говорить украденным, какие-то там на кого-то ярлыки вешать и так далее. Просто скажу, что это уже как бы незаконно. И в дальнейшем, если в течение этого года человек не воспользуется этой возможностью, то вполне возможно, что в дальнейшем это будет как-то проверять и выискивать. И второй момент, который мне ни в каком честном виде не понравился, и вот этот момент может коснуться меня, вас, ну многих, даже сказал бы большинство наших граждан. В чем он заключается этот момент? Кабинету министров после приятия этого закона, такая норма прописана в законе о налоговой амнистии, о том, чтобы дается возможность, дается указание даже, я бы сказал, в течение 9 месяцев придумать, принять законы об ужесточении налогового контроля, конкретно за физическими лицами. То есть, создать какие-то механизмы, создать какие-то методы, как, скажем так, людей в очередной раз побрить, людей в очередной раз оставить без денег. То есть, если какие-то деньги у вас есть, попросту их забрать, оштрафовать, отобрать и оставить, как говорится, вас неудел. Конечно, друзья, я прекрасно понимаю, что нету конкретной, четкой процедуры, что там будет написано и так далее, потому что только есть указания о том, чтобы разработать, после того, как этот закон об амнистии будет написано. Что там будет написано, как говорится, одному богу известно, я думаю, и Зеленский, и Сашмагалем они тоже не знают, еще будут они над этим вопросом, самоработать. Но это, скажем так, вызов, это, скажем так, очень плохой знак для нас всех с вами. То есть, как я всегда уже говорил и говорил, что, в принципе, если ты предприниматель, предприниматель, то за тобой там контроль, за тобой следят, за тобой бегают, не дай бог, что тебя оштрафуют, тебя там сдерут деньги, там найдется налоговая, налоговая милиция на нас есть, еще СБУ, полиция, еще там не пойми, кто вместе с прокуратурой, и будут за тобой бегать. Если ты человек, как физическое лицо, то, скажем так, тебе вопросов меньше, контроля меньше, со стороны даже тех же банков, ну, в общем, меньше, честно сказать, тебе цепляются, если ты там снимаешь какие-то деньги и там что-то там производишь, даже какие-то операции, пусть там в интернете что-то зарабатываешь и так далее. И за физлицами реально такого прям мега контроля на сегодняшний день нет. И вот этими вот деталями, о которых я говорил, вот этими вот дописками, приписками, вполне возможно, что, к сожалению, эта ситуация изменится. Я уже, друзья, не раз говорил о том, что вот эти все европейские прагнения, вот эти все европейские потуги нашего государства, это все ведет к тому, что европейское правовое государство, поверьте, ни вам, ни мне оно не понравится. Потому что в этом государстве у нас не будет никаких прав, у нас будут только лишь обязанности. И в свою очередь мы не будем в тот же момент, как в Европе, даже просто защищены той же полицией. А эта полиция будет, как в моей любимой Российской Федерации, просто как механизмом, как каким-то инструментом для того, чтобы с простых людей, с граждан, которые ничего не нарушают, отжать бабки, как говорится, выжать. И это все в бюджет, на эти все нужды, опять же, на эту же полицию. И мы, как говорится, такая ситуация нехорошая, сами кормим тех, кто нас будет, не хочу ругаться, обижать. Вот такой вот видеоролик, друзья, получился. Если он вам понравился, поделитесь со знакомыми, с друзьями. На этом, думаю, закончим. Пальцы вверх ставите. До новых встреч. Пока-пока-пока.